Ребята, всем привет! Вы на канале Семян и Чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся, если еще это не делал. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск, в Меретинку. Пройдемся по пляжам. Пройдемся от пляжа Спуртын, он находится возле Магеллана. И дойдем до Рэдисона. И, возможно, чуть дальше посмотрим атмосферу. Посмотрим, сколько людей. Покажу вам, что здесь творится. Давайте начинать. Мы сейчас с вами находимся на улице Семелянской. Я хочу вам показать, как здесь все забито. Кстати, вот это, если что, платная парковка. Мы обычно оставляем вот тут. Ну, просто гляньте, забиты все места. Я поставил машину туда, ближе к пляжу, к выходу, в сквер. Но вот иду по дороге, и вы сами можете заметить, что мест свободных нету вообще. Ну вот, сейчас появится, да, машина сейчас отъедет. В целом, людей очень-очень много, учитывая, что у нас сегодня очень теплая погода. Единственное, что эту теплую погоду шлифует такой прохладный ветер. И благодаря ветру можно спокойненько погулять. Здесь как бы солнце сильно так не давит. Но все равно, очень-очень жарко. Посмотрим, как что в море у нас. Посмотрим, какое море. Посмотрим, возможно, где-то цены. В общем, прогуляемся. Прогулка будет классная. Магазинчик здесь сразу встречает такой большой-большой прокат велошеринга. Здесь база отдыха. Кстати, открыли здесь... Нет, еще не открыли. Сейчас ведутся отделочные работы вот в этом заведении. Таверна новая. Как там по ценам, я не подскажу. Вот, а мы с вами сейчас будем попадать уже на набережную. А перед этим сначала пройдемся по скверу экскурсии на каждом углу. И вот тут такая зеленая обстановка. Наслеченные кипарисы. Очень любимый этот сквер. Здесь, кстати, вечером все так аккуратненько подсвечивается. Есть турники и детская площадочка. По левой руке там достаточно таких торговых рядов. И снова экскурсии. Я вот много раз говорил, да, что здесь экскурсии на каждом углу. Клубничку придут, Чичкову продают. Вот, а здесь уже находится такой прокат, где вы можете взять, ну, типа на час, на два. И пошла набережная. Слушайте, я, конечно, удивлен, но людей на набережной минимально относительно даже погоды. А на пляжах, а на пляжах... Да тоже спокойно, кстати. Душ-массаж вовсю работают, челлаут-зоны синенькие, красотища. Минус этого пляжа то, что он узкий. И здесь еще получается вот эти всякие качельки стоят. Кстати, вот, один час двести рублей, три часа пятьсот, день восемьсот. Но я, конечно, не знаю, кто здесь рисуется целый день, потому что солнце-то очень уберенное. Единственное, что еще нет пока этих гидроциклов не завезли. Хотя в какой-то денечек я наблюдал их. Были. Лежаки еще свободны. Даже пока замты не установили. А море, а море сегодня с небольшой волной. Достраиваю этот пляж. Он тоже относится к Спортину. Здесь вовсю стройка. Видите, сколько досок завезли. Часть покрасили. Видимо, здесь будет в таком красном цвете. Прикольно, необычно. У всех беленькая. А у них будет, наверное, красненькая. Слушайте, все, даже саборды отдыхают. Почему-то не выставлено. То ли из-за такого небольшого ветра, то ли из-за небольшой. Волны. Здесь, кстати, сделали такое кафе. Пока цем нету. Завезли подушки. Здесь такие лежаки необычные. Сделали они пальмочки. Тоже вечером все подсвечивается. Светящиеся шары. А тут уже пошли навесы. Видите, как это все выглядит. Слушайте, я прям удивлен. Солнце так палит. И людей вообще нету. Видите, пляжи-то пустые. Хотя, вы знаете, сейчас зайдем до Рэдисона. Посмотрим, что там творится. Но вот напротив этих арфа-отелей здесь, кстати, всегда немноголюдно. Потому что здесь неоднократно, я говорил, нет туристических проходов. Соответственно, люди либо у Рэдисона останавливаются, либо там у Спорт-Ина. А здесь как-то всегда вот так вот. Здесь, кстати, сделали вот такую зону с песочком. Но ничего пока не установили. Единственное, что стоит там мороженое. И все. Вот, действительно, их логотип есть. Арфа-парк-атрель. Стоят бунгалы. Но пока еще ничего не запущено. Тут даже какой-то каркас варят металлический. Вот так это выглядит. Стоит мороженое. И пока ребята здесь что-то варят, устанавливают. Но здесь пусто. В общем, для тех, кто приедет сейчас в мае, то вы хотите уединиться, то сюда вот приходите на этот пляж. Здесь, по крайней мере, есть и теневой навес. И посмотрите, какой пустой пляж. Людей вообще минимум здесь. Видите как? Пусто. А там дальше, вот я уже вижу, что на Рейдисоне и дальше по берегу людей много. Морешко сегодня. Ну, такое, так себе, мутновато. Я вообще смотрю на рельеф пляжа. Такое ощущение, что здесь была волна. Смотрите, какие бугры. Вчера была пасмурная погода. Может быть, из-за этого был какой-то здесь шторм, потому что все, что здесь выравнивали, выравнивала техника, все опять превратилось в бугры. Для тех, кто выберет Сочи, приедет в этом году отдыхать в Сочи, хочет провести свой отпуск полноценно, не теряя время на поиск каких-то локаций, достопримечательностей, изучения каких-то историй, у нас есть свой авторский гайд. Он большой. Это наш опыт. Локации, советы, маркруты, рекомендации. Все там есть. Чтобы его приобрести, нужно писать либо мне в директ, в инстаграм, либо Настеньке. Цена всего лишь 490 рублей. Пишите и приобретайте, и путешествуйте по большому в Сочи с удовольствием. А вот сейчас мы уже с вами подходим к пляжу Рэдисона. Я думаю, что вы можете заметить, что людей здесь, конечно, гораздо больше. То есть, вот видите, сразу возле пляжа много людей. Под теневым навесом тоже много людей. Но это еще пока не начался Рэдисон. Рэдисон начинается чуть дальше, где лежит вот этот беленький классный песочек. Фух. Да, походу, из-за того, что волна, видите, и на этом пляже тоже сабборды стоят тут в стороне, все убрали. Вот такая обстановка тут. Сейчас пройдемся вдоль Рэдисона. Да, спокойно сегодня на Рэдисоне. Я думал, будет гораздо поинтереснее в плане людей. Ну, в целом пойдет. Видимо, самый наплыв на майские праздники уехал. Остались избранные. Набережная. Шикарный ресторан. Высота 56-42. Здесь наша любимая булочная. И, кстати, вот этот вот ресторан клевый. Здесь по вечерам бывают такие очереди, они вот прям на фото стоят. Такие длиннющие-длиннющие. Сегодня даже в булочной нет людей, что прям очень интересно. Почему? Так. Вот есть еще всякие экскурсии, палаточки. Столовая, шашлыки. Здесь есть парковка платная. Туда уходит улица Цивлянская. Вот мы на ней и проканулись. И вдоль пляжа дошли пешком. Свободная. И здесь еще, смотрите, раз экскурсия. И такая мини-парковочка. А вот цены на парковку. Немножко покажу вам набережную. Она тоже пустая, на мое удивление. Здесь обычно самый пик по людям. А сегодня сейчас как-то вот так вот. Ну и здорово. Нам, как говорится, воздуху достанется больше. Кстати, вот с этой стороны этого ресторана есть тоже бургерная. Там очень классные бургеры, очень вкусные. Так, а вот я, кстати, нашел своих детышек. Вот они. Надо к ним подойти, дать им труселя. Они просили покупаться. Вот он пляж Рэдисон. И на нем, кстати, тоже вообще пусто. Людей мало. Они здесь, кстати, все полностью закончили обустройство. Получается, стоят бунгалы, лежачки. И возле лежачков такие маленькие столики. А вот сам Рэдисон. Его шикарная территория. Здесь есть, значит, детская площадка. Вот. Она бесплатная. Можно зайти сюда. Любой желающий может пройти, чтобы ребенок поиграл. Единственное, что вот ее, кстати, сейчас заборчиком закрыли. До этого было без заборчика. Так. А слушайте, вот уже теперь и нет. Потому что если раньше она была для всех, а теперь есть табличка вот такая. Смотрите, вот так сделаем. Только для гостей отеля. То есть все. Халява кончилась. И есть еще вот такая игровая. Она платная. 800 рублей стоит, по-моему, час. Там что, лего, рыбалка какая-то. Ничего удивительного вообще. Ну, это, по-моему, на пляже одна из самых дорогих. Есть здесь по 200, есть по 300. По 250, по-моему, на бархатных сезонах. Это в той стороне. А здесь вот 800. Вот такой вот у них пляж. Газончик. Есть очень комфортный спуск с колясками. Ну, это понятно, да, это же Рэдисон. Ресепшн туда-сюда. Души, кабинки, переодевалки. На стилах же два ряда лежит. Ну, здесь, понятное дело, да, здесь сервис. Сервис все-таки, Трэдисон. Ну, на пляже людей, конечно, немного. Сейчас, наверное, искупаемся вместе со своей детворой. И пойдемся дальше на другие пляжи. Посмотрим, какая обстановка там. Как вам пляж Рэдисон? Пишите в комментариях. Как вам обстановочка майская? Здесь у нас в Сочи. Тоже напишите в комментариях свое мнение. Ну, вот, посмотрите, как рельеф берега изменился, да? Здесь даже получается так шикс. Вода заходит такой для детворы. Бассейн получается. Здесь давайте посмотрим воду. Ну, так, мутновато. Ну, сейчас нырнем, и в камере будет видно цвет воды. Видите, как людей-то много. Все-таки много людей, я думаю, что для мая, учитывая, что мы здесь жили в мае тот же, и такого количества людей не было. Ну, и здесь, в принципе, никогда ни разу пляжи не открывались 1 мая. Всегда это было с июня, а вот в этом году туристический сезон с мая. С таких общественных приколюх на Рэдисон есть, значит, сейчас прокат саббордов, и еще есть волейбольные площадки. Здесь, вот видите, собираются ребята, играют. Еще есть футбольные ворота. Вот, они также расставляются и играют. Вот, ну, пока на этом все. Ну, и самое главное, конечно, есть песок, чтобы играло детвора. У меня вот пацаны уже склозанули. Ну, посмотрим, будут ли они купаться. Я это точно искуплюсь. Посмотрим на воду. Что, Тём, вы будете купаться, Тём? Что, вода? Слушайте, ну такая... Не вау, теплая, но я думаю, что даже можно поплавать. Ладно. Ой. Слушайте, а берег-то как набило, посмотрите, тут как мелко. Ладно. Как говорится, недолго, да? Ныряем и выходим. Фу. Ух. Слушайте. Ну вот, сегодня вода хорошая. Классно прогрелась. Все, на улице тепло. Ну, вода, ну пусть и не самая теплая, но в ней комфортно находиться. Класс. Фу. Наконец-то дождались. Давайте ставьте лайк выпуску и давайте еще раз нырнем. Один, два, три. Ой, кайфа. Находился и все. Нырнул. И сейчас дальше пойдем. В общем, пока Рэдисон был бесплатный, людей там было очень много. Сейчас видите, что закрыли и все, людей там меньше. Но вот после пляжа Рэдисона посмотрите, какая тут обстановка. Здесь вот людей прям гораздо больше, чем на полосе возле Рэдисона. Единственное, что смотрите, вот эти бунгалы еще никак не вели в эксплуатацию. То есть вот все вот так поставили и пока на этом все. Интересно, почему. Ну, это людям не мешает, да? Купаться, загорать и отдыхать. вход-выход на пляж. Здесь такая площадь миниатюра Олимпийского парка. Вот здесь вот на набережной вечером, здесь, конечно, своя атмосфера. Все играют, поют, барабанщики там. Ну, как обычно, да, это бывает на набережной. А сейчас днем вот так вот. Мне кажется, что на этом пляже больше всего собралось людей. Ну, посмотрим, как дальше. Здесь также есть массажи. Начался настил. Этот пляж относится к кафе вот это вот, оно, видите, называется? Море де Море. У них такой интересный вход. На мой взгляд, он вообще самый лучший, красивый. Сделан. Лесенка аккуратненько. Единственное, что нет спусок для людей, кто с детьми с колясками. Но в целом норм. Лежачки, спасательная вышка, члаут-зоны вот такие красные у них тут. Даже табличку поставили, что купание запрещено, но никому это не мешает купаться. Да и в принципе, какой это шторм-то? Тем более, если мы приехали, да, ну кто-то из вас там приедет на 5 дней, на 7 дней, тут вообще на 3 дня. Какой шторм! Мы все равно будем купаться. Так. Вот такая вот, ребятки, атмосферка. Это, кстати, пляж, я мне сказал. Sigma Sirius, Gamma Sirius, вот они идут получается одним за другим. Кто-то даже спрашивал, а как они оборудованы. Ну, пока вообще никак. Их, видимо, только готовят. Вот видите, красят этот бетон. Здесь тоже выкрасили. Видите, тут ребята все покрасят. Вот они работают, трудятся, чтобы вы приехали. И была классная обстановка, атмосфера. все, как говорится, для вас. Ну, и конец шаловзоны здесь есть, на каждом пляже. Здесь свой цвет, фиолетовый. Тоже вот кабинки они поставили, белые, но пока еще, видимо, вот работу не запустили. вот так вот, вот такой вот пляж. Но зато он широкий относительно спорты, да, с которого мы с вами начали. Ну, я думаю, здесь все поставят, а культура будет здесь очень-очень красиво. Покажу вам атмосферу с набережной. Здесь вот получается Сигма-гамма Сириус пляжи. Дальше идет пляж Сочи парк-отеля. Видите, там, как он обустроен. Сейчас тоже его посмотрим. Здесь все закрыто. Стройка что-то все продолжает строиться. Ну, как всегда, большое количество прокатов самокатного шеринга. много заведений, которые пооткрывались. Вот, например, вот это семейное кафе вместе на море. Я его не помню, чтобы оно было вне сезон. И вот атмосфера с пляжа Сочи парка. Красиво у них бунгало сделано. Видите, как интересно? и если вы заметили, то почти на каждом пляже есть своя школа сапсурфа. Можно всегда взять, попробовать, покататься. По ценам 500 рублей час. Недорого, я считаю. Снова экскурсии. Здесь большое-большое количество. Вот кстати указатель. С 8 до 20 они работают. В другое время купание запрещено. Даже есть схемка этого пляжа. И вот такая тут атмосфера, ребята. Как вам? Пишите в комментах. Очень широкая береговая линия у них. Вот кстати центральный вход на пляж Сочи парк отеля. Слушайте, ну я думал будет гораздо больше людей. А так вообще так пусто, свободно и хорошо. если для купания, для какого-то своего отдыха, то конечно такая обстановка мне нравится больше, нежели когда все забито. Ух ты, смотрите, кто появился у нас тут. Туристические корабли походу начали курсировать. вот здесь сейчас не хватает еще пока говорю вот этих всяких кораблей, водных мотоциклов для полного такого объема открытия сезона. Ребята, вот такой выпуск у нас с вами получился. Напишите в комментариях, что на ваш взгляд не хватает на наших пляжах. Вот по мне так очень сейчас не хватает водных каких-то вот этих развлечений. А так в целом, ну мне кажется, нормик для мая сойдет. Я с вами прощаюсь, увидимся уже завтра в новом видеоролике. Пока!